Для того, чтобы отчеты содержали точные данные и мы могли делать правильные выводы, необходимо несколько важных элементов. Мы работаем с каждым из них. Первый элемент. Корректные настройки CRM Bittrex24, источников трафика и каналов обращений сквозной аналитики. Некоторые настройки есть на видео явно, другие настраиваются аналогично. Страница настроек выглядит так. Настроенные и подключенные источники и каналы отмечаются галочкой. Некоторые настройки выполняются полностью автоматически и не требуют от нас действий. Некоторые не всем будут нужны. Второй элемент. База клиентских обращений с учетом источников. Мы выполнили все необходимые настройки. Обращения, поступившие через контакт-центр, телефонные звонки, почта, форумы, чат на сайте, обращения через соцсети, фиксируются в CRM. Благодаря выполненным настройкам сквозной аналитики, в обращениях уже определены данные по источнику. Менеджеры также вручную могут создавать сделки и указывать в них данные для сквозной аналитики. Например, спросить у клиента, откуда он узнал о нашей компании. Третий элемент. Чтобы отчет сквозной аналитики показывал правильные результаты, по всем сделкам нужно знать, закрылась ли сделка успешно, стал ли потенциальный клиент реальным. Для этого в компании организована работа менеджеров. Они ведут сделки по стадиям и либо конвертируют в успешную, либо отмечают сделку как проваленную, если клиент не стал делать заказ. Четвертый элемент. Учет затрат на рекламу. Чтобы сквозная аналитика показала окупаемость рекламных источников, нужно, чтобы она узнала о затратах на рекламные каналы. При подключении рекламных каналов, Bitrix24 автоматически загрузит данные о расходах на рекламу. Для оффлайн источников мы добавляем расходы вручную. Также компания может тратить средства на рекламное агентство или на специалиста по развитию социальных сетей. Добавим соответствующие расходы. Теперь все готово. Пора смотреть отчеты. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!